Добрый вечер! Сегодня понедельник. Как всегда в эфире телеканала «Семей» программа «Диалог». Буквально через несколько дней, недель выступит с посланием очередным народу Казахстана президент нашей страны Касым Жумат Кемельевич Тукаев. И говорят, что именно в процессе этого выступления он объявит дату проведения референдума всенародного по поводу строительства атомной электростанции в Казахстане. Этот вопрос обсуждается уже в течение нескольких лет. И так как референдум – это волеизъявление народа, то наш президент решил, что пусть народ решит, нужна нам электростанция или нет. Но тем не менее, о том, что она нужна, говорят многие эксперты, как энергетики, так и, собственно говоря, акимы городов, областей. Потому что дефицит электроэнергии у нас сейчас налицо в различных, особенно в южных областях. Ну и вот поговорить о том, какие плюсы, ну и минусы атомной энергетики и конкретно строительства атомной электростанции в Казахстане мы сегодня и решили. У меня сегодня уникальный гость. Почему? Потому что обычно мы работаем с людьми, которые трудятся в семье. У меня же сегодня человек приехал из Курчатова. Это начальник отдела ядерной безопасности и развития атомной энергетики Института атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан. Виталий Алексеевич Поспелов. Виталий, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, рад вас видеть, прежде всего, потому что тема действительно интересная для людей и для научного сообщества. Потому что, насколько я знаю, атомная электростанция – это не просто, так скажем, котел, который вырабатывает энергию, но это и возможность проведения каких-то исследований и повышения научной квалификации, насколько я знаю, да? Ну, зависит от направления, для чего атомная станция строилась. Либо это чисто для выработки электроэнергии и стабжения теплом города, либо производства какого-то. Ну, конечно же, параллельно могут проводиться и на базах наших научных исследовательских центров, таких как РГПНСРК, какие-то исследования, то есть в обосновании безопасности технологий, которые применяются на этой станции. Давайте начнем тогда. Я понимаю, что это не котельную построить, да? Естественно. Это специализированное, высокотехнологичное оборудование. И, естественно, специалисты такие. Но у меня вопрос. Я вот изучая данную тему, я открыл, естественно, в открытых источниках посмотрел атомные электростанции по миру, какие существуют и где. Их больше сотни, или в пределах где-то сотни, они существуют во всех странах, как развитых, так и развивающихся. То есть это и Индия, и Пакистан, и Мексика. То есть, казалось бы, у многих сложилось впечатление, что некоторым такое лучше не доверять. Но нет, они стоят и функционируют, причем уже несколько десятилетий. По-моему, первая атомная станция была построена вообще в 59-м, что ли, году, или 57-м. Так в чем шумиха? Почему вокруг строительства атомной электростанции именно в Казахстане уже два года пытаются решить, а надо оно нам, а не надо? Если в мире вот их уже столько. В чем проблема, на ваш взгляд? Ну, я думаю, это из-за сложившегося такого опасения, некоторого недоверия в общем к ядерной сфере, которая... Которая нам очень хорошо известна. Обусловлено, конечно, последственное испытание на ядерном полигоне у нас в Симпалатинске, которая какой-то, конечно, определенный вред мне нанесла здоровью населения, проживающего в этом регионе. То есть, ну и, конечно же, это на слуху у всех ядерные аварии, которые произошли недавно в прошлом у нас в мире, на атомных электростанциях. Ну, самая яркая, это... Ну, самая яркая, это... Это Чайнообразская, Фукусимская, да, всем известная. Ну, то есть, ну и в текущем... То есть, это предвзятое отношение, насколько я понимаю, да? Да, ну это то есть такое вот... Сложилась такая некоторая радиофобия у населения в отношении атомной энергетики. То есть, в это появляли, конечно, и объективные факторы, ну и субъективные факторы также. Ну, еще бы я хотел отметить, что противники, в основном АЭС, они приводят как в виде довода то, что у нас сейчас как бы вектор направлен на развитие возобновляемых источников энергии ветровой, да, и... А, и солнечная... Да, солнечная ветровая энергия, то есть, общий мировой тренд такой на переходе зеленой энергетики. Экологически чистая. То есть, народ это видит, как бы, и задается вопросом, почему мы не развиваем альтернативные источники энергии на стране, а мы собираемся строить атомную станцию, когда уже во всем мире уже... А вот, кстати, об альтернативных источниках, а насколько они мощные? То есть, насколько я знаю, по-моему, энергия ветра, энергия солнца, ну, мы не научились вырабатывать ее настолько, чтобы хватало там... То есть, одна там панель солнечной батареи... Ну, я вот смотрел у Илона Маска, да, когда он целую крышу дома покрывает вот этими панелями, и то, по-моему, ее не хватает, чтобы полностью погасить, так скажем, все потребности одного дома. Это же сколько нужно панелей, чтобы вот там хотя бы какой-то дом один запитать? Это, наверное, они не вырабатывают столько энергии просто? Не, ну, все зависит от масштабирования, конечно. Можно построить панели столько и... Ну, у нас место есть, да, где строить? Гектары, там, квадратные километры, там, десятки, сотни километров... Тогда, конечно, будет вырабатываться достаточное количество электроэнергии. Но дело в том, что оно... То есть, это такая электроэнергия, которая зависит все-таки от внешних факторов. То есть, ну, все знают, что Солнце у нас не круглый день в свете, там, ветер тоже может быть... Не постоянно. ...постоянный, то есть, да, это... То есть, это будет не базовый такой источник энергии, который будет, может, стабильно поставлять электроэнергию в течение круглых дней. А, насколько я знаю, производство самих солнечных батарей, оно довольно грязное. Да. То есть, это не экологически... Энергия-то вроде да, а вот произведение... Да, то есть, люди видят конечный уже результат, когда стоит вроде панель, да, ну, ничто, никаких выбросов нету от этих солнечных панелей. Или от тех же ветряков, ну, там, за исключением, может, какого-то шума, да, или вот таких же деталей. Ну, а само производство, да, это довольно не экологически чистое, то есть, и дальнейшая их утилизация тоже довольно... Проблематичная. Да, проблематичная. А в чем явное преимущество, ну, вот одно из преимуществ атомной энергии, да, вот и в целом, и строительство АЭС в Казахстане в частности? То есть, ну, что мы получим от этого? Я сейчас говорю не просто о, так скажем, каком-то конкретном регионе, а о населении. То есть, вот мы, как люди, живущие, ну, обыватели, да, у нас, что это даст нам, допустим? Ну, давайте просто о мощности расскажем, то есть, насколько она мощная, насколько она может... Ну, я понимаю. Ну, во-первых, есть предстроительство АЭС, это получение мощного, стабильного базового источника энергии на десятилетия. То есть, по заявленным данным производителей, срок службы эксплуатации составляет 60 лет, это минимум, атомная станция у современных проектов с продлением до 80 лет. То есть, на протяжении этого времени... Ну, это не одно поколение, как я понимаю, да, может? Ну, да, это получается не одно поколение, но если вы имеете в виду людей. Да, да, я про людей как раз так и говорю. Во-вторых, это экологически чистый источник энергии, чтобы не говорили сейчас там противники АЭС, то есть, от АЭС, ну, при работе АЭС не выделяется, не выбрасывается никаких вредных веществ в атмосферу, то есть, не происходит радиоактивного загрязнения в ближайших территориях, то есть, это экологически чистый источник. В целом, даже при работе АЭС, в принципе, образуется недостаточно, ну, достаточно небольшое количество радиоактивных отходов, это, например, на гигаватт мощности от 100 до 300 метров кубических в год всего лишь отходов, и они не просто куда-то там вывозятся за пределы станции и вваливаются, да, там, они все собираются, то есть, обрабатываются и хранятся в специализированном месте, то есть, нет выхода радиации там за пределы станции, то есть... Ну, вот, наверное, да, многих интересует, что вот топливо, то топливо, которое заставляет работать реактор, отработанный материал, куда он обычно девается, то есть, вот эти все станции в мире, есть какое-то специальное место, или обязательно оно должно быть построено рядом вот со станцией, или, ну, как их, ну, утилизация, или они не настолько радиоактивные, как, допустим, вот наш, ну, атомная бомба тоже взять, да, например? Ну, то есть, сейчас какая-то тенденция считать, что ядерное топливо, которое извлечено уже из реактора, оно это не является, по сути, радиоактивными отходами, потому что в нем еще содержатся полезные элементы, тот же уран там, не выгоревший, то есть, впоследствии он может быть переработан и получено новое топливо, которое может использоваться уже в других реакторах. Да, просто его, когда выгружают из реактора, и оно помещается в бассейны, в пристанционы, где оно выдерживается, там, охлаждается какое-то время, и потом просто может быть отправлено на ограниченное хранение, либо в сухое хранилище какое-то, либо в мокром хранилище останется также, ну, и ждать своего часа уже там, когда его переработают. Ну, у разных стран, конечно, разные подходы. Но я так понимаю, и от реактора зависит, да? То есть, вы же рассказывали вот до эфира, что где-то таблетки используются, да, вот эти урановые, где-то уже целые конструкции. Нет, это, я так говорю, ну, вообще, как устроено топливо, это ТВС, тепловыделяющая сборка, которая состоит из трубочек, в которых собраны вот эти таблеточки. Вот это и есть ядерное топливо, я вам рассказываю, для активной зоны реактора. То есть, ну, оно, в принципе, у всех одинаковое, но может немножко геометрия отличаться у разных проектов реакторов. У некоторых там шестигранная решетка, у некоторых квадратная. Чернобыльская вот фотография известна, где на полу вот именно квадратные вот такие вот стоят. Ну, это старый реактор, как я понимаю, да? Ну, чернобыльский, да, это еще поколение второго реактора. То есть, они еще были в 70-х, 80-х годах прошлого века построены. То есть, ну, на сегодняшний день, конечно, большая часть в мире эксплуатируется данных реакторов. Но уже где-то начиная с 2000-х, 2010-х годов уже начали строить уже следующего поколения реактора. 3 и 3 плюс реакторы. Давайте немножко о рисках поговорим. Ну, вот, то есть, непосредственно мне интересно вот о самих реакторах. То есть, если будет строиться, заметьте, не говорю когда, говорю если, будет строиться в Казахстане атомная электростанция, какой реактор будет у нас? Это уже прописано или, ну, или хотя бы на теоретическом уровне, на уровне рассуждений ведутся ли, знаем ли мы что-то об этом? Тем более, вы как человек, который постоянно участвует в различных конференциях, на совещаниях, разъяснительную работу проводите. Наверняка вы и со стороны правительства тоже общались с людьми, которые, ну, уже готовят проект строительства. Потому что такое нельзя просто так взять и сделать, да, с потолка. Это уже наверняка несколько месяцев, а то и лет отрабатывается этот проект. Да, ну, изначально как-то началась эта работа по развитию вот этого проекта строительства атомной станции. У нас в Казахстане, да, мы уже были, задались конкретными параметрами реактора. То есть, это будет реактор третьего поколения, три плюс поколения. То есть, мощность была определена, это 1200 мегаватт, это единичного блока. Ну, вообще, рассматривается к строительству два энергоблока сразу, это будет по 1200 мегаватт. 2400. То есть, да, уже, но в то же время уже мы рассматриваем референтные блоки, которые уже были построены, эксплуатируются. То есть, и в результате этого был выбран такой некоторый шорт-лист поставщиков, которые и сами изъявили желание поучаствовать. Если будет тендер, конечно, у нас проведен. Два вопроса, вот, просто для населения пояснить. А 2400 мегаватт, это на что хватит, ну, приблизительно? Ну, это, в принципе, обеспечит покрытие дефицита, которое у нас сейчас имеется и ожидается где-то к 2030 году в южных областях у нас Казахстана. То есть, несколько областей. Да, ну, это, в принципе, крупный город, пару крупных городов и предприятий вокруг него обеспечит эту энергию. И второй вопрос касается, собственно, непосредственно, вот, самих реакторов. То есть, какие сейчас мировые державы, ну, может быть, страны, вот, являются законодателями, так скажем, вот, в постройке, ну, кто владеет таким технологическим процессом? Ну, я понимаю, что это Соединенные Штаты Америки наверняка, Китай, Российская Федерация. Соединенные Штаты как раз-таки сейчас как-то утеряли свои позиции в этом деле. То есть, сейчас основным лидером является, конечно, Российская Федерация, Корея, Южная Корея, также активно на рынок выходит и строит свои там станции. Ну, тот же Китай постепенно выходит уже на мировой рынок, они вот как раз-таки в Пакистане строят атомные станции свои. Ну, пока они больше на свой внутренний рынок тоже. Но опыта больше у Российской Федерации, как я понимаю. Да, у Российской Федерации, Франция тоже пытается сейчас выходить на мировой рынок. Ну, в Японии сейчас тоже немножко дела такие обстоят после Фукусимы, они как-то тоже свои внутренние дела решают. Кстати, говоря о трагедиях, ну, вот сравнивая со всем количеством атомных электростанций на, ну, в мире, и то, что они эксплуатируются с конца, ну, давайте, грубо, с 60-х, вот по сей день это почти, сколько, 40-60 с лишним лет. Да, да. Ну, я знаю, что случаются аварии на любом производстве, да, это железо, по сути, станок любой точно так же может дать какой-то сбой. То есть вы, как являетесь представителем флагмана атомной энергетики в Казахстане, я не побоюсь этого слова, потому что национальный ядерный центр, то наследие, которое он получил от полигона, те реакторы, которые испытательные, да, которые исследовательские, которые вы эксплуатируете, и, по сути, вы занимаетесь ядерной безопасностью, вот, вы консультации даже, насколько я знаю, проводите с мировыми строительными компаниями, которые создают реакторы, по их безопасности, вы работаете с ними, вот, что вы скажете по поводу того, насколько безопасны сейчас, и почему случились эти две трагедии, ну, их наверняка больше, просто, может быть, мы не знаем, или, может быть, они не настолько опасны, то есть в мире не пострадали люди. Вот недавно слышал, что в какой-то российской атомной станции тоже произошла авария, ну, авария, я так понимаю, такого локального масштаба, там, без выбросов, без ничего, но что-то с техникой произошло. Ну, это, скорее всего, наверное, СМИ так назвали аварию, потому что есть там шкала оценки этих аварий, то есть это, скорее всего, какой-то инцидент был, да, который не привел к выбросу каких-то там загрязняющих веществ, радиации, да, за пределы станции, то есть, ну, это обычная там, да, какая-то поломка была, скорее всего. Штатная или не штатная, но быстро, то есть, да, возможно, реактор штатно остановился, его остановили, устранили причины поломки, ну, и дальше он стал работать, то есть, ну, а в целом, если сказать, да, ну, вот в современных проектах реакторов, конечно, уже предусматриваются и вводятся дополнительные системы безопасности, то есть, в отличие от второго поколения, в поколении 3+, уже внедрены такие системы, как без системы пассивного отвода, пассивного охлаждения, активная зона, которая не требует уже участия ни человека, там, ни внешнего электроснабжения, то есть, ну, как бы на всех уроках, да, в авариях, извлекались уроки и, как бы, нарабатывался опыт и, ну, и по результатам анализа этих, разбора этих аварий, то есть, вводится уже улучшение в конструкцию станции атомных реакторов, то есть, ну, и мы занимаемся этим тоже, совместно с японскими коллегами, да, с французскими коллегами, мы там проводим различные испытания конструкционных материалов в активной зоне реактора, топлива образцов нового, то есть, моделируем даже аварийные ситуации, какие-то сплавления в активной зоне, как вам себя поведет, то есть, эти результаты потом используются для внедрения уже на практику, да, на практику, то есть, уже учитываются в конструкции реакторов, то есть, и поэтому, как бы, уже вот, если даже в цифрах показать, то, начиная со второго поколения, уже к третьему поколению была вероятность инцидентов, аварий крупных снижены на порядке, то есть, ну, если в цифрах, это одна, надо, на миллион лет авария, то есть, ну, это приближимо уже мало. Тогда другой вопрос, а есть ли у нас научно-техническая база, то есть, сможем ли мы сразу обеспечить кадры, то есть, эта станция, я так понимаю, там не пять человек работает, да, это плюс, ну, я понимаю, что, например, там обслуживающий персонал, который занимается именно, вот, теплоотведением, да, там, например, или электрораспределением электричества, там, слез или электрики, там, они мы найдем. А вот специализированные кадры, которые бы отвечали за работу ядерного реактора или там что-то еще, есть ли специалисты, и можем ли мы их обучить? Ну, на сегодняшний день, да, как мы уже упоминали, у нас на базе Дождняц есть два исследовательских реактора, на нем работают наши специалисты с соответствующим образованием, к нам приходят студенты на стажировку, практику, то есть, некоторые остаются, да, набираются опыта и становятся полноценными специалистами. Ну, конечно, текущего у нас состава и количества персонала не будет хватать для атомной станции, потому что, ну, атомная станция, это порядка где-то 700 человек на блок, инженеры, инженеры, да, это кооператорский состав, операторы. Но в то же время, вот, само строительство атомной станции занимает, ну, где-то в 5-6 лет, в лучшем случае, то есть, это достаточное время, чтобы подготовить персонал за это время. К тому же, все вот эти поставщики, технологии, которые, ну, предоставляют нам реактор, они, как бы, и предоставляют такую опцию по подготовке персонала. То есть, где-то у себя, да, параллельно, как будет только принято решение о строительстве, заключен контракт, выбран поставщик, то есть, сразу же начинается набор персонала, ну, студентов, там, либо уже с опытом работы людей. Которые переквалифицируются. Да, они будут обучаться у них на их базах, на их тренажерах, даже вплоть до стажировок на атомных станциях в тех странах. За эти годы, конечно, будет подготовлен персонал, то есть, это чисто только технический вопрос, то есть, решаемый. Ну, и касаемо топлива, я слышал в интернете рассуждения, ну, там, и, конечно, и диванных много критиков, но и люди, которые немножечко в вопросе разбираются, они говорили, что, ну, вот, есть конкретный тип реакторов, на которые рассчитано конкретный, вот, как вы сказали, топливо, да, то есть, форма может отличаться и так далее. Не будем ли мы зависеть от страны поставщика? То есть, мы же не можем обогащать уран у себя. Мы только с готовым материалом работаем. А вот тот, кто нам будет поставлять, вот, опять какие-нибудь санкции начнутся, и, в принципе, наша атомная станция будет простаивать. Столько денег вложено, столько сил потрачено, столько людей обучено, без топлива она работать не будет. Ну, здесь, что я могу сказать, во-первых, это, в принципе, такая мировая практика, когда поставщик так технологии, который построил у нас реактор, он и поставляет нам топливо, то есть, заключается контракт на поставку. А, вот так, да, происходит? Да, мы не так, что построил, сами что хотите, с ним, ты идёшь. Да, да, это так, потому что они дают обязательства, ну, заключается, когда это по поставке топлива. То есть, потому что не все страны, которые сейчас даже обладают атомными станциями, эксплуатируют, там, много новичков стран, ну, не у всех есть производство, да, большинства нет производства своего топлива. То есть, этим технологиями владает всего, там, несколько стран таких развитых. То есть, это вполне нормальная практика. Ну, и плюс тут можно, как, конечно, порассуждать то, что у нас есть и свой задел, конечно, в этом, в производстве топлива. То есть, у нас большие запасы урана, мы мировые лидеры по поставке урана, да. У нас уже долгое время существует производство урановых таблеток на Ульбинском металлургическом заводе. То есть, недавно времени мы вообще начали изготавливать тепловыделяющие сборки, то есть, топливо для атомных станций. Ну, то есть, мы можем, как бы, рассчитывать на то, что и, как бы, запрашивать у поставщика, как бы, опцию такую, чтобы организовать собственное производство с использованием уже нашего сырья, нашего, какого-то, нашей продукции для фабрикации уже топлива на нашей станции. Угу. Ну, то есть... Тем самым, как-то добиться какой-то независимости в этом поставках топлива. Угу. Ну, вот я тоже иногда удивляюсь. Вот получается, что в Ускаменогорске находится предприятие, которое работает с радиоактивными элементами. Ну, да, с ураном, да. С ураном. Никто не боится особо. Но строительство атомной электростанции почему-то пугает всех. Кстати, ну, вот вы ни один день, ни одну неделю уже путешествуете, так скажем, по городам и вот участвуете в различных конференциях, касаемо темы именно... Ну, которые касаются темы атомной энергетики в целом, ну, вот строительства атомной электростанции. Есть ли какие-то данные, может быть, личные наблюдения у вас? Насколько люди за, насколько против? То есть и какие основные... Ну, то, что против, аргументы вы привели, а как сейчас разделилось, и разделилось ли оно вообще? Ну, да, конечно, голоса противников звучат довольно громко, да. Ну, и есть и те же, кто поддерживает атомную станцию. Ну, так по социальным опросам, где-то сейчас такой паритет сложился, да, 50 на 50, то за строительство станции, ну, и противников строительства станции. Ну, основной, конечно, мотив, аргумент против строительства, это, ну, безопасность атомной станции, возможного ее влияния там, негативного. Ну, это понятно, я уже об этом говорил, да, то есть последствия вот этих наших опыта по полигону, которого мы имеем, да, ну, и мировых вот этих аварий. Кстати, касаемо мирового опыта, что касается мирового опыта, мой знакомый ездил в Чехию, и там как раз есть вот атомная электростанция, по-моему, или не Чехия, ну, где-то вот в Европе. И он говорит, нас проводили экскурсию, мы были вот в тех деревни, которые находятся в зоне действия, если что-то случится. И их освобождают от налогов. В Неваде другой друг ездил, он говорил, что там тоже есть атомная станция, именно вот на территории полигона, и всем, кто проживает на этой территории, близлежащей, надбавка к заработной плате 40% за вот проживание в зоне действия, и что, ну, последствия вы берете на себя сами, что если что-то случится, ну, вот вы живете вот на 40% лучше, чем все остальные. Налоговое послабление, что-то, ну, вот у нас, я, естественно, к вам вопроса такого не будет, это и вы не вырешаете, но, тем не менее, на ваш взгляд, это правильно? Ну, это, в принципе, распространенная практика, это когда необходимо обычно место строительства, когда выбирать место строительства ПДС, то есть рассматривать различные регионы и работают как-то с населением местным, с органами там, местными органами власти, то есть и как-то, ну, это не то, что взятки, да, это как бы... Преференции, так скажем. Да, это получает преференции, то есть... Вы немножко рискуете, вот за это вам такие... Да, то есть, да, вот как-то заинтересовывают, чтобы расположить, или она на вашей территории. То есть вот мы построим, и вы получите вот такие вот... Ну, вот как, собственно, силиконовая долина, я сейчас не про атомную, но вот у нас вот такие налоговые льготы для IT, так все IT только там и работают. И, по сути, это стало флагманом, да, вот IT-технологии, именно Кремниевая долина в Соединенных Штатах Америки, потому что там вот именно для них были созданы условия. Если мы создадим условия, то и у нас, я думаю, еще нормально будет с этим. Скорее всего, да. А насчет места. Какое-то место уже определено, и насколько оно соответствует? Да, место определено уже, предпочтительное место размещения. Это у нас выбран поселок Кулькен Алматинской области, Жамбульского района. Это рядом с озером Балхаш, то есть на его берегу. Это по итогам проведенных ранее еще исследований, проводились маркетинговые исследования, в том числе с участием национального ядерного центра. Там рассматривалось две площадки у нас. Это площадка города Курчатова, где национальный ядерный центр расположен, и площадка города Алькен. То есть с различными рассматриваниями, различные факторы, как геология, сейсмика и гидрогеология, ну, все наличие охлаждающей воды, ну, все факторы были рассмотрены. И вот, в принципе, оба места у нас подходят. Нету никаких ограничивающих факторов. Но то, что... Дефицит электричества на юге. Да, на юге складывается дефицит электричества. Конечно, целесообразно не там построить первую нашу атомную станцию. Ну, я вот все-таки за Курчатов, мне кажется. Во-первых, база научная, которая находится там, 30-летним опытом, мне кажется, это большой плюс, прежде всего. Это 30-летний только за годы независимости, а так там... Ну да, там наследие осталось с 49-го, как я понимаю, да? Ну да, база есть, в принципе, для работы и с теми же радиоактивными отходами, которые будут образовываться на атомной станции, ну, для обращения с отработавшими ядерными топливами, потому что мы уже эксплуатируем это исследовательский реактор, и точно так же у нас и работа и с ядерными материалами происходит. Ну, то есть есть опыт, есть компетенции в этом. То есть, да, конечно, это тоже будет место предпочтительное. Мы за. А в вашей речи сейчас я услышал такую фразу, строительство первой в Казахстане атомной электростанции. Ну, независимой Казахстан. То есть, если есть первая, то может быть и вторая, соответственно? Да, почему и нет. Даже высказывались такие предположения, ну, как планы по строительству нескольких там станций на уровне правительства, я слышал, да, такие есть планы. Ну, как пойдет, конечно, первое, если хотя бы пройти вот эту процедуру всех слушаний, одобрений, там уже, если люди увидят, что это безопасно, то и дальше будет, как бы легче будет пройти все эти, типа, всю эту процедуру, да, по строительству. То есть, и в других местах могут появиться атомные станции у нас, Казахстане. Почему нет? Есть для этого вся база у нас, есть материально-технические ресурсы, ну, в принципе, научные. Да, научные ресурсы. Все понятно. Спасибо огромное. Ну, будем надеяться, что референдум пройдет в ближайшее время, я думаю, в течение месяца, двух-трех максимум, где-то, как правило, в середине осени обычно такие события, ну, или весны, осени. Я призываю жителей все-таки сходить, определиться, надо вам это или не надо, потому что это беспрецедентный случай, вот уже второй или третий раз, когда судьбоносные решения страны выносятся на всеобщее обсуждение. Поэтому, мне кажется, надо этим воспользоваться в очередной раз. Если мы референдум по Конституции проводили и, да, решили, что надо что-то менять, то вот здесь, опять же, на всенародное обсуждение выдвигается такой вопрос. Строим или не строим? Взвесьте, идите и отдайте свой голос за какую-то из позиций. Ну, будем ждать, когда это произойдет. Я же хочу сказать спасибо Виталию Алексеевичу Поспилову, это начальник отдела ядерной безопасности и развития атомной энергетики Института атомной энергии Национального ядерного центра Республики Казахстан, который был сегодня с нами в гостях и, ну, просто по полочкам разложил все вот эти вот явления, которые, и те опасения развеял, которые возникают у людей, ну, и у меня в частности, потому что я тоже родился и вырос здесь, у меня тоже тот же самый синдром утенка, не знаю, как это назвать, потому что, действительно, в моей семье это тоже коснулось. Я много раз рассказывал о своем дедушке, который ядерные взрывы видел своими глазами, и о его судьбе. Поэтому будем надеяться, что все сейчас, ну, статистика показывает, что все круто, все не настолько плохо, как вот нагнетатели наши, любители нагнетать ситуацию происходит. Еще раз спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа «Диалог». Смотрите нас на телеканале «Семей» в прямом эфире, смотрите нас на нашем сайте, как в прямом эфире, так и во вкладке «Архив» www.3w7etv.kz, а также на нашем официальном YouTube-канале, там можете оставлять комментарии. Мы ссылками обязательно делимся с нашими гостями, они читают, если есть время, отвечают. Ну и увидимся уже в следующий понедельник осенью. Всего вам доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова